В эфире первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Марш парков. Природа охраны акций в Карагандинской области. Абайский район под взглядом Акима области. Сто лет поселку Коктас. Накануне в Караганде двухлетний ребенок свалился в открытый канализационный колодец. Напомним, что это уже не первый случай. Только по счастливой случайности мама спасла свою маленькую дочь. Александра Федотова вышла на улицу сушить вещи. Рядом была двухлетняя дочка Марина. Только отвернулась, как ребенка рядом не оказалось. Она упала в открытый колодец. Девочка провалилась в грязную воду с головой. На помощь тут же бросилась мама и вытащила тонущую дочь. К счастью, пострадавшая отделалась ушибами. Прищепку зацепила. Смотрю, у меня ребенок уходит в колодец. Там крышки не было, там лежала вот такая дощечка. И на ней сверху две бетонные плиты. Я только увидела, что она у меня туда ушла. Не было ни криков, ничего. Я давала звать всех на помощь. И по ходу дела вот это вот все. В этот раз ребенок не пострадал, только испугался. А мама Марины, Александра Федотова, до сих пор не может прийти в себя. Ведь малейшие секунды она бы могла потерять своего малыша. Как ты упала? В воде. А потом воду упала. В воде упала. По словам жителей, вот уже более 10 лет подряд все колодцы на улице защитные, а вообще без крышек. Куда только не обращались, все безответно. Например, в том году вызывали, если частный сектор, если Акимат говорит, отстегивайте такие-то деньги на ремонт, будем там в течение 7-8 лет, мы будем это выполнять. Можно какое-то немножко внимание уделить вот этим канализациям, водопроводам. Все, если что, кого не вызовешь, ведь это все в ваших собственных руках. Замущает еще тот факт, что когда мы обращаемся в водоканал, в аварийку звоним, водоканал всегда говорит, что мы не на балансе. Вот мы платим за канализацию исправно. Мы же не в другом государстве живем, не в другом городе. Мы карагандинцы. Почему мы не на балансе? Почему вообще такое отношение? Это что такое? Карагандасу говорит обратное. По адресу улица Защитная, дома 64, 66, 68, канализационные сети на балансе ТО Караганды-Су не состоят. В настоящее время отделом государственных активов и закупок города Караганды подготавливается пакет документов для того, чтобы передать эти сети в ТО Караганды-Су на доверительное управление. Чтобы избежать несчастных случаев, центральный цех водоотведения завтра, 17 июня, выполнит работы по закрытию этих колодцев крышками. После случившегося жители позвонили в местный Акимат и попросили закрыть колодец, однако никто не соизволил приехать. Приезжали сотрудники ГАИ, сфотографировали колодец и уехали. Кто в ответе за открытый колодец? Кому обращаться, если улица Защитная нигде на балансе не стоит? Я говорю, это просто чудо было, что он был полный. Настолько, что я ее смогла достать оттуда. Мы никому не делаем, ни властям, никому. Вот как колодцы открыты, так и не все открыты. У нас еще два с этой стороны открытых колодца и один еще на дороге. Но там центральная канализация. Туда, если упадет ребенок, это все его унесет оттуда. Только вокруг 68-го дома по улице Защитная шесть открытых колодцев. Как не бояться за детей? Ведь только по счастливой случайности происшествие с маленькой Марины не дошло до трагедии. Жизнь на земле есть всюду, в лесах, степях и пустынях. И чтобы ее поддержать, создаются заповедники, национальные парки. Ведь они живые музеи, интересные достопримечательности дикой природы. Государственный национальный природный парк Буиротау является еще совсем юным природоохранным учреждением, который появился на просторах Казахстана 11 марта 2011 года. Природоохранная акция марш парков проводится национальными природными парками, государственными резерватами, заказниками в период с 23 марта по 22 мая. Эта акция нацелена на местное население, школьников, студентов. Парк создан на землях запаса и землях Государственного лесного фонда Тимартауского и Ирементауского района. Общая площадь национального природного парка Буиротау составляет около 8-9 тысяч гектаров. За территорией наблюдают инспектора, который защищает ее от браконьеров. Проверяют машину, то есть у нас есть право на досмотр машины. В случае обнаружения какого-либо нарушения в области природоохранного законодательства составляются протоколы, которые передаются дальше для рассмотрения. Сюда часто приходят туристы, ученики, студенты. Для ребят местных школы организовали маршрут путешествия. Озеро Ашбай и Бозайгр являются самыми крупными озерами на территории национального парка Буиротау. Озеры располагаются в бесточных неглубоких впадинах межгорных равнин и имеют низкие берега. Есть также родники, и здесь их более ста. Встреча с родником всегда приятна, а в знойный летний день вдвойне. Национальный парк не перестает радовать глаз туриста. Впереди окрестность горного массива Акды, который является местом обитания горного барана Архара. Основные туристы к нам приезжают, и альпинисты приезжают, скалолазы приезжают. Туризм потихоньку у нас в национальном парке развивается. Сейчас мы марш-парку уже третий год работаем, по марш-парку это всемирные организации. И уже дети участвуют. Далее кордон, Белодымовская дача и вольер для разведения благородных оленей. Здесь можно увидеть моралов, сурков, серых журавлей и других маленьких жителей этой местности. В любое время года национальный парк Биротау с радостью ждет своих туристов. Жезер Абдраимова, Дульген Рашитов, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. Областной Акимат подвел итоги весенне-полевых работ. Отмечалось, что в текущем году под летние культуры было отведено около 770 тысяч гектаров. Это на 44 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. При этом площадь зерновых культур составила 699,2 тысяч гектаров. В том числе пшеница 545 тысяч гектаров, ячмень 140 тысяч гектаров. На областном совещании отмечалось, что в посевной компании было задействовано 917 агрегатов, из них 125 посевных комплексов. Все хозяйства области были обеспечены семенами зерновых, масляничных, овощных культур и картофеля не ниже третьей репродукции, что является гарантией высоких устойчивых урожаев. Специализированными семеноводческими хозяйствами произведено и реализовано 11 839 тонн семян зерновых культур, в том числе пшеницы 8 тысяч тонн, ячменя 3360 тонн, овса 440 тонн и 1000 тонн семенного картофеля. На все произведенные семена получены сертификаты соответствия. Для компенсации части затрат на приобретение элитных и репродукционных семян зерновых культур и семенного картофеля из областного бюджета будет выплачена субсидия в размере 252,6 миллиона тенге. В текущем году хозяйства области получили дизельное топливо по фиксированной цене 95 тенге за литр, что помогло им сэкономить более 400 миллионов тенге. Общая потребность аграриев в горюче-смазочном материале составила 17 тысяч тонн дизельного топлива, 2,8 тысяч тонн бензина и 0,7 тысяч тонн масла. Следующим этапом сельскохозяйственных работ станет химическая прополка посевов против сорняков. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия «Профиль Галлдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин – морозостойкий, надежный, прочный. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев с рабочей поездкой посетил Абайский район. В ходе встречи глава региона ознакомился с работой местных органов власти по социально-экономическому развитию района. А также побывал на нескольких объектах социального и производственного развития. В Абайском районе Аким области Бауржан Абдишев ознакомился с работой сельскохозяйственного комплекса «Светоч», который специализируется на производстве зерновых культур, овощей, а также экологически чистого продукта кумыса. У нас сколько литров день? Семьдесят сейчас. Семьдесят. Нищебье? Кадры онтурпи. Онтурпи. Четверс литр, да? Четверс литр, ага. А мы так полосы, я до полторбы с чрезвилию. Вот онтурпи. Четверс, чрезмаги. 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 А вилни газ был? Кашкина, непогодные условия, кинжер. Ага. Он постоянно приходится менять, а это все утром. Затем глава региона Баужа Наблишев посетил насосную станцию в селе Кулайгыр. Данная станция построена в ходе реконструкции водопроводных сетей этого населенного пункта. Раньше в селе Кулайгыр были проблемы с водой. После реконструкции водопроводной башни данная проблема была решена. В 323 домах установлены счетчики учета воды. Внутри стоят две скважины. Одна резервная, одна рабочая. Но чтобы они заелись, мы меняем. А кто... Обслуживает наше коммунальное предприятие КГП Жигерсона, которое... А кто занимается сбором? Здесь человек находится, следствия здесь, начальника курицы. От них, да. Он здесь местный, получает заработную плату здесь. Люди платят, да? Да. А полив какой водой осуществляет? Огороды. У нас здесь у вас помню. У каждого своя или вообще есть? У каждого своя есть. Техническая своя есть. Да, да, да. Своя скважина, пробуренная. Следующим объектом посещения стал дом культуры сельского округа Кулайгыр. Здесь Баужан Аблишев интересовался работой дома культуры по организации досуга населения. В период школьных каникул здесь работает летний лагерь. Также работает и библиотека. Я специально приехал посмотреть. В прошлом году, когда в декабре вы взяли на себя ответственность, мы выделили вам деньги по программе занятости отремонтировать. Честно говоря, я переживал. В совхозе бывшем, да, такой клуб иметь. Это, конечно, очень приятно, очень гордо. Да, поэтому молодцы. В ходе встречи состоялась беседа с жителями села. Они выразили благодарность главе региона Баужану Аблишеву за постоянную поддержку и внимание к району. Теперь я смотрю на всю эту красоту. Вы знаете, я же передалась полномочия молодому специалисту. Но хочу еще поработать в этой красоте. Я люблю очень людей, люблю детей. Во всех населенных пунктах области проводятся работы по социальному и экономическому развитию регионов. Благоустраиваются города и районы области. Это и отметил в своей речи Баужан Аблишев. Я знаю, что все вы хотите, чтобы у вас все дороги сделали. Это я тоже знаю. Не только вы хотите, все мы хотим. Но все потихоньку, потихоньку все это придет. Надо нам всем объединяться, все вместе участвовать в развитии, в благоустройстве. Все мы должны благодарить нашего президента. В завершении рабочей поездки Аким региона Баужан Аблишев дал несколько поручений по развитию Абайского района. Гульнур Жакен, Ернур Жумарт, Первый Каргандинский. Столетие своего родного поселка Куктас, Каролинского района, отметили его жители. На большой той съехались гости со всего Казахстана. Первое название поселка Карбышевка произошло от фамилии Исаула Ивана Карбышева, получившего надел в урочище Куктас у речушки Жарлы. В 1900 году был взведен казачий пикет карбышевский, который позже стал селом. Его племянник Михаил Ильич Карбышев служил у сотника Георгия Корнилова, отца всем известного генерала белой армии Корнилова. А сын Михаила Ильича Карбышева, Карбышев Дмитрий Михайлович, военный инженер, генерал-лейтенант, профессор, доктор военных наук, герой Советского Союза, посмертно. Участник Первой мировой и гражданской войн. Вот такая историческая справка о поселке Куктас. Сегодня здесь проживает более полутора тысяч селичан. Есть школа, есть клуб, есть где учиться, работать и отдыхать. О развитии поселка говорили на торжественном мероприятии администрация и сами жители. Поздравлений в этот день было высказано множество. Говорили и гости, и сами куктасовцы. Дорогие односельчане, разрешите вас поздравить с этим грандиозным событием. Мне довелось, как одному из нас, из Карбышевских, прибыть к вам на этот праздник. Я хочу вас с этим поздравить. Всего вам хорошего. Виктор Вольф приехал из Германии. Его родители живут в Куктасе с 1947 года. 30 лет и он прожил в поселке. Как и многие его сверстники в лихие 90-е, он выехал на постоянное место жительства в Германию. Но каждый год приезжает в Куктас. Невозможно забыть места, связанные с детством и юностью. И, конечно, родина там, где я родился, я так считаю. И я говорю, я приезжаю сюда, меня встречают здесь как родного. Поэтому тут однозначно, это моя родина. Кстати, именно молодежь поселка решила организовать торжества по случаю 100-летия Куктаса. Это символично. Значит, гражданская позиция у молодых людей развита, и учить их патриотизму не надо. Куктас вырастил многих ученых Казахстана, многих поэтов. Об этом рассказывается и в выпущенной недавно книге о поселке. Какой той без песен и спортивных соревнований. Казах-куресы, кокпар, испокон века сопровождают все маломальски важные события. Вот где можно показать свою удаль и лихость, и прославить свой поселок на весь Казахстан. Да и люди по-другому начинают смотреть на друзей, соседей, на свою малую родину. И даже погода сегодня благоволит, так как она сегодня и посыпала немного дождем, и солнце светит, и настроение у всех шикарное. Единственное, конечно, огорчает то, что мой сын сейчас в армии, но я вот сегодня снимаю много чего, и я думаю, передам. Скоро поеду на присягу ему, и он увидит это все воочию, своими глазами. Сто лет стоит поселок Коктас. Начинался в 1900 году, как простой казачий пикет Карбышевский, который много позже стал селом. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Никита Миткин, Первый Карганинский. В Государственном ордене Дружбы Народов в Русском драматическом театре имени Станиславского отметили десятилетие спектакля «Фэншуй». На юбилейный спектакль собралась общественность города. В театр приходят не спеша, без суеты. Сюда приходят не отдыхать, а наслаждаться живым искусством, которое рождается на глазах зрителей. Но у любого театра есть репертуарные проблемы. Главное из них – необходимы ежегодные премьеры, а то и не по одной в год. Когда происходит насыщение театрального зрителя, его надо подпитывать новыми спектаклями. Так что десятилетие постановки «Фэншуй» российских драматургов и киносценаристов Юрия Каменецкого и Эжена Щедрина – случай уникальный. Изменился ли за 10 лет спектакль «Фэншуй»? Сценография – нет. Но, наверное, сама подача, конечно, изменилась, потому что за 10 лет много воды утекло. Время меняет и людей, и события, которые происходят. Но неизменным остается история о любви. История, рассказанная режиссером, постановщиком спектакля о Разбековым – это история Ромео и Джульетта лет эдак через 20, когда пылкость юности сменилась спокойным течением жизни. А здесь у вас нехорошие наследники. Это музыка ветра. Она подходит удачу и просветание. В спектакле кипят нешуточные страсти, но они воспринимаются через язык комедии. Здесь есть все. Попытка убийства, ссоры и слезы, супружеская измена. Зрителю остается только ахать или смеяться. А если учесть, что юбилейный спектакль игрался как премьерный, то можно понять волнение и в зале, и на сцене. На сцене всего три актера. Василий Злобин, заслуженный деятель Республики Казахстан, Нелли Штоколова, заслуженная артистка Казахстана и Галина Турчина. Галина Турчина играет две роли, очень похожих внешне женщин, но совершенно не похожих на тех, в кого влюбляется Макс, герой которого играет Василий Злобин. В течение десяти лет синтез «Лавстори», комедии положений и детектива, помноженные на прекрасную игру актеров, собирает полный зал зрителей. Спектакль «Долгожитель» с успехом прошел в Алматы, Омске, Кокшитау и других пунктах гастрольного маршрута театра. Преданные зрители и общественность города поздравили труппу с юбилейным спектаклем и пожелали артистам новых успехов и новых интересных постановок. Сергей Высокосов, Нурсултан Исаев, Никита Ниткин, Первый Карагандинский. Выпуск завершен. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Саубонгстар. Субтитры создавал DimaTorzok